Привет! Меня называют Дмитрий Фреско, и это мой кулинарный блог. Сегодня я расскажу вам о черной банде риса и каракатицы. Попав в первый раз в Испанию, по рекомендации друзей специально пошел в один ресторан, чтобы поесть черную паэлью. Но мы не готовим паэлью, заявил официант. Меня друзья специально к вам послали. Сказали, что у вас самая замечательная черная паэлья с морепродуктами. А, ну да, у нас есть рис с каракатицей. Несите. Принесли обычную паэльеру, сковородку для паэльи. Ну, разве что морепродуктов было маловато. Я списал это на экономность хозяина. Впрочем, было вкусно. И такая история повторялась еще раза в три в разных местах. Мне понадобился год жизни здесь, чтобы разобраться, почему приносят паэлью, но всячески открещиваются от этого названия. Сложности понимания возникают еще и потому, что вариантов как паэльи, так и ароса банда столько же, ну почти столько же, сколько и поворотов. Паэлья – богатое блюдо из разных видов мяса, рыбы, морепродуктов, овощей, иногда весьма причудливых сочетаниях, в котором рис не главенствует, а занимает весьма небольшую часть. А ароса банда, в переводе с испанского, рис в сторонке или рис отдельно. И появился он тогда, когда бережливый испанский хозяйки стала жарим левать на варистый рыбный бульон, и она решила приготовить на нем рис. И если при приготовлении паэльи бульон еще может быть слабеньким, а чаще всего просто воду используют, то в нашем сегодняшнем блюде яркий, насыщенный бульон – это все. О том, как его правильно готовить, смотрите в специальный выпуск. Вот здесь. Место в испании, где готовят действительно вкусно, не больше, чем в России или любой другой стране. Не щадя живота своего, я заказывал это блюдо везде, где оно было в меню. И сегодня готов поделиться с вами вариантом, который меня по-настоящему впечатлил. Итак, нам понадобится 1 литр бульона вот из этого ролика. Если вы не посмотрели его раньше, то теперь вам не отвертеться. Каракатица. 150-200 граммов. Если у него интернет не врет, есть продажи в торговых сетях метрах Кэшнкэрри. В замороженном виде. Надо нарезать кубиками со стороной сантиметра полтора. Не найдете каракатицу, замените ее кальмарами или креветками. Я не пробовал, но кто может запретить это сделать вам? Чернила каракатицы. Парочка вот таких маленьких пакетиков. Тот же интернет подсказывает, что многие магазины делают доставку. И стоит это совсем недорого. 300 граммов круглозерного риса. Лучше всего, если вам удастся найти сорт бомба. Из испанского города Каласпаро. Он так и называется. Бомба Каласпаро. На втором месте для сегодняшнего варианта стоит бомба из Валенсии. Ну а если его не найдете, используйте тот, что есть под рукой. Да хоть кубанский. Главное, чтобы не был пропаренным. И посылайте подальше всех знатоков в аутентичности, которые утверждают, что без бомбы это не то. Блюдо простонародное. И готовят его из того сорта круглого риса, который есть под рукой. Любой рис будет побежден вкусом нашего бульона. Один зеленый неострый перец. Я использую вот этот. Сорт итальяна. Нарезаем так же, небольшими грудками. Полстакана порубленных и обезшкоренных помидоров. Можно консервированно использовать. Половина головки чеснока. Чеснок ешьте не очень мелко. Примерно вот так. И небольшая луковица или половина крупной, как у меня. Ее тоже надо порезать мелкими кубиками. Теперь о тонкостях приготовления. Конкретно для сегодняшнего рецепта важно сделать именно так. Выкладываем в кастрюлю с широким днем и в глубокую сковородку. Без масла, каракаси. И обжариваем ее. Сначала надо стабильный сок. Периодически помешивая, нужно дать соку выпариться. И дождаться, когда на дне начнет образовываться благородный нагар. Убавляем огонь до ниже среднего. И добавляем оливковое масло. Нам нужно будет обжаривать еще 2-3 минуты. Нагар дает это время, еще больше потемнее. Чеснок. Обжариваем 1 минуту. Добавляем лук и зеленый перец. И обжариваем их теперь уже минут 5. Необходимо, чтобы лук только начал становиться прозрачным. Теперь добавляем порубленные помидоры. И аккуратно снимаем оставшийся нагар. Нам нужно, чтобы не растворился соки и хорошенько его ароматизировало. Добавим сушеные паприки. Прогреем пакетики с черними в киперке. Нам нужно 10-15 секунд. И разойдем в небольшом количестве бульона. Отправляем эту смесь в сковородку. Перемешиваем. Высыпаем сюда же рис. И опять перемешиваем. Нам нужно хорошенько испачкать рис. Теперь выливаем сюда весь бульон. Дожидаемся, когда закипит. И убавляем. После того, как рис впитает в себя воду, чтобы это выглядело вот так, нужно убавить огонь до совсем слабого и накрыть его полотенцем или бумагой для выпечки. Нам важно, чтобы покрытие пропускало пар. Только не надо использовать крышку или фольгу. Тогда уж лучше вообще ничего не покрывать. Оставляем рис на плите на 5-7 минут. Потом выключим огонь и дадим настояться еще 15 минут под бумагой. А пока подготовимся. Вот и все на сегодня. Подробности рецепта читайте в моем блоге. Ссылка в описании видео. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. И активнее подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Желаю вам успехов на кухне и в других местах. Ну а я продолжу свою кулинарную пропаганду в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!